Окей, хорошо. Теперь давайте тогда будем разговаривать про Лакановские регистры. Лакан говорил о том, что у Лакана была немножко другая идея, в отличие от Фрейда, несмотря на то, что Лакан свое учение назвал назад к Фрейду, тем не менее его концепция психического очень сильно отличается от идеи Фрейда. Лакан не рассматривает психику как состоящую из всем нам известных конструкций, как эго, суперэго и ид. Он говорит о том, что наша психика состоит из трех регистров. Эти регистры называются воображаемое, символическое и реальное. Сразу скажу, что реальное не имеет отношения к реальности. Это, наоборот, как-то максимально далекое от реальности, что ли. И мы сейчас поговорим про вот эти два важных регистра, про воображаемое и про символическое. Эти регистры существуют одновременно друг с другом. Они напоминают… У меня, к сожалению, не было возможности сделать презентацию, но если вы видели вот такие вот в интернете смешные картинки, когда вот три кольца пересекаются, внутри появляется вот некоторая вот общая точка, они обычно так вот смешно обыгрываются. Ну вот, в принципе, это очень похоже на лакановское взаимное пересечение трех регистров. Вот. Давайте про регистры, значит, поговорим. Вот что хотелось бы сказать про эти регистры. Так, сейчас, секундочку, я что-то такое сделал, и у меня все исчезли. Вот. Я сейчас верну. Вот. Значит, регистры. Вот если говорить феноменологическим языком, да, то вот регистр явного, явного, как-то очевидного, данного нам в ощущениях, эксплицитного, данного в рамках естественной установки сознания, вот это то, что относится к эмпирическому опыту, то, что относится к содержанию моей психики, вот это измерение, это измерение опыта лакан относит к регистру воображаемого. Если проводить такую вот буддийскую коннотацию, да, что воображаемое, его можно по-другому сказать, что это носит, что воображаемое носит характер иллюзорного, то есть не имеет какой-то собственной самостоятельной природы, а скорее является, ну, такой импликацией какого-то более глубокого, более фундаментального уровня бытия или более фундаментального процесса, можем сказать, это бессознательный процесс. Вот. Как лакан описывает еще, какие еще вот идеи у него возникают, когда он описывает регистр воображаемого? Например, он предлагает такую идею о том, что регистр воображаемого – это регистр законченных, отдельных, конечных и как-то ограниченных смыслов. Ну, грубо говоря, вот есть такая вот формула тоже очень интересная, то есть нас звучит так, что смысл, например, вот если мы говорим какое-то предложение, да, то смысл этого предложения появляется в конце, да, то есть в конце я ставлю какую-то точку, ставлю восклицательный знак, говорю какое-то такое вот финальное означающее, да, например, я говорю «я тебя люблю» или там «я тебя ненавижу». И вот после того, как я уже говорю последнюю какую-то фразу, смысл здесь фиксируется, смысл приобретает какое-то самостоятельное такое вот значение, и воображаемый регистр – это вот пространство таких вот как бы конечных смыслов. Но при этом мы понимаем, что нам очень важно, особенно, да, вот в нашей психоаналитической, психотерапевтической работе, понимать, что то, что появляется на воображаемом уровне, обладает ценностью настолько, насколько из него можно сделать выводы про то пространство, откуда этот смысл появляется, да. Ну, то есть как это психоаналитики, да, или там как динамический терапевт, мы понимаем, что то, что говорит клиент, да, вот это тут манифестное представление, которое приносит, да, или там манифестное содержание сна, оно, в общем-то, нуждается в деконструировании. Нам нужно от этого манифестного содержания, да, куда-то пойти глубже, нам нужно выявить какой-то скрытый процесс, нам нужно как-то пробиться через работу сновидения, да, которое явное, которое скрытое содержание переводит вот в это вот в явное, воображаемое. То есть для нас воображаемый регистр важен, только потому, что он отсылает нас к чему-то другому, к чему-то более сложному и фундаментальному. Если брать, как бы шагнуть, вот, ну, там, с философской точки зрения немножко как-то дальше, да, то мы можем вспомнить вот эту вот знаменитую идею про Платоновскую пещеру. Помните, да, вот эту вот историю о том, что Платоновская пещера – очень красивая иллюстрация. Примерно выглядит так, что вот представьте себе, соответственно, пещеру, да, там сидят люди, эти люди прикованы наручниками к стене так, что они могут смотреть только в одном направлении, а в то направлении, куда они смотрят, есть стена у пещеры, и на этой стене пляшут некоторые тени, вот. А костер, костер, который эти тени формирует, да, он находится за спинами, то есть я не могу обернуться, я не могу посмотреть, я могу смотреть только на те стены, которые передо мной пляшут. И получается, вот, воображаемый регистр, да, это как раз вот эти вот тени. Ну, проблема в том, что как-то вот естественная установка сознания, да, и как-то обычно клиент, он как-то сильно идентифицирован с воображаемым уровнем, да, то есть он смотрит на эти тени, он как-то находится, говоря гештальтистским языком, в некотором слиянии с этими тенями, он отождествляется с ними таким образом, что вот эта вот воображаемая природа, она оказывается как будто более такая фундированная, то есть это перестает быть воображаемой природой, это становится, ну, некоторой вот сущностью. Ну, не знаю, приходит клиент на группу, говорит, да, смотрит на людей, говорит, вот вокруг какие-то злые люди, и он прям очень сильно верит, да, что вокруг эти злые люди, и совершенно не понимает, что это является результатом какого-то его внутреннего процесса. Ну, вот, в общем, воображаемый регистр, да, это вот та штука, которая как бы запирает нас в темницу вот этих вот законченных смыслов, и поэтому очень важно, да, как раз вот о чем говорит Лакан, и о чем говорят, в общем-то, другие, да, психодинамические терапевты, о том, что нам важно, в общем, как-то понимать, что этот воображаемый регистр, он, ну, как бы не самое, что ли, не единственное, что существует, вот, что нам нужно понять, что есть еще какая-то история, еще какие-то вот уровни, еще какие-то регистры. Вот, вот, сейчас я дальше еще буду про это говорить, и вот этот вот воображаемый регистр, он у Лакана появляется, и Лаканом он концептуализируется в связи с его одной из тоже фундаментальных идей, которые называются, это теория, теория зеркала. Лакан написал теорию зеркала, и это такая очень любопытная стадия психического развития, в которой у ребенка появляется ощущение собственного «я», переживание, да, самости своей, появляется какая-то репрезентация, селф-репрезентация, когда ребенок смотрит в зеркало, и он идентифицирует себя вот с тем отражением, которое он видит, да, то есть ребенок смотрит в зеркало, вначале видит какое-то непонятное существо, и потом в результате прохождения стадии зеркала он идентифицирует, то есть принимает на себя вот это отражение. И что здесь важно? Вот Лакан очень подчеркивает такое вот очень важное мировоззренческое значение вот этой вот стадии зеркала. Он говорит о том, что вот этот тот образ, который я принимаю на себя, и с которым я идентифицируюсь, он носит такой, он носит отчуждающий характер, то есть он не принадлежит мне, он приходит со стороны, он приходит как взгляд другого. Я могу идентифицироваться только с тем, что может быть одобрано. А можно вот микрофончик у кого-то выключить, у кого-то что-то там шуршит, немножко сбивает. Ага, благодарю. Вот. То есть... Сейчас я мысль потерял. А, да, что вот этот образ приходит снаружи, и он... Ну и более того, я, получается, не могу себя идентифицировать. Ну, моя идентификация не носит произвольный характер. Грубо говоря, я идентифицирую с одной стороны отчужденный образ, а с другой стороны тот образ, который одобрен родительскими опекающими фигурами. Вот. И в этом находится поистине такой, не побоюсь этого слова, кавкианский драматизм. Потому что воображаемый регистр, он как раз позволяет мне ответить на вопрос, кто я. Но когда я отвечаю на этот вопрос, кто я, в этом очень мало правды. Потому что этот ответ, да там, кто я, он приходит от другого человека. Он, как говорит Лакан, очень мало соответствует моей природе, моим более глубоким идентификациям. Вот. И поэтому, в общем, этот воображаемый регистр нуждается в такой постоянной пересборке, деконструкции и как-то сравниванию с тем, насколько вот он сейчас актуален, соответствует моему теперешнему состоянию. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Что вот я еще хотел сказать? Да, да, я еще немножечко забегу вперед. Я еще скажу, что мы про это чуть поподробнее поговорим, но я, тем не менее, скажу о том, что воображаемый регистр не только позволяет мне ответить на вопрос, кто я, да, на воображаемом регистре также существует и другой человек. То есть, вот я когда вижу и пытаюсь ответить на вопрос, кто передо мной, я также нахожусь на воображаемом уровне, потому что воображаемый уровень это как раз вот те проекции, да, те ожидания, те потребности, которые я проецирую вот на пустой экран другого. и в этом смысле Лакан тоже говорит такую вот очень важную вещь, да, о том, что мы с другим, в общем, напрямую встретиться никогда не можем. Мы с другим всегда встречаемся через вот этот вот фантазийный воображаемый регистр, вот, здесь также появляется вот эта вот знаменитая фраза Лакана о том, что сексуальных отношений не существует, она как раз говорит о том, что мы не можем взаимодействовать друг с другом напрямую, да, мы всегда вот через вот эту воображаемую конструкцию, через воображаемую линзу друг на друга смотрим, непонятно, что видим, непонятно, точнее, как то, что мы видим, относится, собственно, к другому человеку, вот, и это тоже такая вот довольно драматичная история. Я готов пойти дальше, может быть, есть какие-то вопросы, комментарии, уточнения, все ли понятно. Получается, следить за мыслью является, для вас, интересным, или уже вообще непонятно, куда мы залезли. Такое тревожное молчание немножко. Я, как сказал Антон, я немножко читал, да, поэтому я немножко успеваю за вами следить, не знаю, как другие товарищи. Товарищи. Молчим. Успеваю, нормально, все хорошо, интересно. Ну, да, я так вот это как-то, еще пока преамбул, я надеюсь, что как-то вот получится хорошая кульминация. Не факт, конечно, но попробую, потому что это мы так еще подбираемся к основной теме. Хорошо, давайте тогда будем двигаться дальше. Я хочу, значит, вот что рассказать. Я хочу рассказать сейчас про такой вот важный момент, вот, собственно, откуда этот, откуда этот воображаемый регистр появляется. Понятное дело, что он появляется в результате очень важного такого психического процесса, который, соответственно, возникает в ответ на ну, не знаю, наверное, скажу так, он появляется в ответ на травму развития, да, он появляется в ответ на сепарацию, то есть на потерю отношения с первичным пикающим объектом. Лакан это называет лишение. В общем, в какой-то момент ребенок, он теряет связь с материнским объектом и для того, чтобы ему каким-то образом эту потерю компенсировать, запускается, соответственно, важный динамический процесс, в результате которого воображаемые и в том числе и символические регистры появляются, и Лакан это концептуализирует как эдипальный конфликт. Эдипальный конфликт, вот, и смотрите, я почему хочу еще про это рассказать, потому что у Лакана очень есть специфическое понимание эдипального конфликта, Лакан рассматривает эдипальный конфликт не как собственно конфликт, который локализован вот в возрасте 4-5 лет, такое традиционное понимание Лакана рассматривает эдипальный конфликт как общий процесс, который начинается с сепарации и который заканчивается уже непосредственным вхождением в такую невротическую эдипальную стадию развития. Вот поэтому я сейчас про это расскажу и тоже от этого станет немножко понятно каким образом вот эти вот регистры возникают. Итак, воображаемый регистр возникает в ответ на необходимость преодолеть сепарационную травму. И как это происходит? Вот для процесса в общем для процесса сепарации индивидуации для того, чтобы с одной стороны отделиться от материнского объекта, а затем для того, чтобы сформировать внутри себя какую-то опору, какой-то набор психических функций, которыми уже можно самостоятельно регулировать свое психическое состояние, вот для этого младенцу необходим специфический инструмент, вот, с помощью которого я с одной стороны буду вот такие вот я репрезентации формировать, да, с другой стороны вот эти вот психические функции другого в себя помещать. И в качестве такого объекта, точнее, в качестве такого специфического инструмента лакан обозначает речь, речь, язык и вот процесс говорения. И в общем-то смотрите, тут, конечно, у нас сразу возникает достаточно много сложностей, и там первая сложность связана с тем, что когда ребенок пытается обладание матерью или вот непосредственный вот этот контакт с матерью, вот этот как раз непосредственный контакт с матерью, когда есть состояние слияния, когда есть вот это просто переживание наслаждения, вот это как раз то, что лакан называет реальное, это вот нечто, что существует, присутствует до семантического уровня, до того, как это можно концептуализировать. Это вот некоторое чистое присутствие, в котором нет слов. То, что нельзя символизировать, то, что ускользает от символизации. И вот получается, когда ребенок вот это вот живое бытие, присутствие, слияние с материнским объектом, в котором нет границ между мной и другим, вот когда ребенок пытается поменять это на слово, когда мать уходит, у нас возникает сложность, потому что с одной стороны слово репрезентация, она снижает интенсивность аффекта, да, а с другой стороны она, ну, вот она как раз отчуждает субъект от этого бытия, и она и она как-то тут сложность выражается в том, что словом никогда нельзя выразить полного смысла, да, то есть всегда что-то ускользает, что она не, что репрезентация не может отразить полного объема того материала, который нуждается в транслировании. И тогда получается, вот в основе речи лежит, ну, вот эта вот первая трагедия, да, то есть что когда я пытаюсь кому-то что-то сказать, а говорю я вот на воображаемом регистре, да, слова это воображаемый регистр, вот когда я пытаюсь что-то сказать, я никогда не могу сказать полностью того, что я хочу. Выразительная способность языка крайне мала, и тогда вот здесь вот появляется, вот Лакан очень любит вот эту там идею, да, расщепленный субъект, вот, собственно, вот здесь вот появляется расщепленный субъект, потому что объем того, что я хочу сказать, гораздо больше тем, ну, чем то, что я, собственно, могу сказать. Вот, и вторая сложность связана с тем, что когда я пытаюсь кому-то что-то сказать, да, вот этот вот адресат, в кого я говорю, этот адресат также появляется уже на воображаемом уровне, я как-то не знаю того, кому хочу что-то сказать, да, то есть я вижу в другом что-то, что является результатом моих фантазий, моих проекций, и мы как-то не понимаем, кому на самом деле обращаемся, то есть мы обращаемся к воображаемому другому, мы обращаемся к такому набору моих проекций, но никогда не понимаем, ну, на самом деле, кто вот является нашим адресатом. И вот здесь вот, вот здесь вот возникает, собственно, вот эта вот сложность, да, каким образом можно вот это вот, как это, нестыковку преодолеть, да, то есть вот когда Лакан говорил, что сексуальных отношений существует, вот это примерно была вот эта вот идея, да, что мы стоим каждый на своем берегу, вот, и каким-то образом нам нужно вот эту вот отделенность, воображаемую отделенность друг от друга преодолеть. И вот здесь вот появляется очень интересная штуковина, что для того, чтобы нам вот эту вот отделенность, невозможность встретиться с другим, преодолеть, для нас нужен еще один регистр. Вот, и этот регистр, соответственно, Лакан обозначает как символическое. Вот, символический регистр. Сейчас мы тогда попробуем к этому символическому регистру прикоснуться и тоже будем с разных, как бы, позиций подходить, потому что понятие это очень большое, но нам нужно вот из этого большого понятия немножечко так вот выкорчевать то, что вот для наших нужд сейчас подходит. Вот, символический регистр. Что такое это? Ну вот если там какое-то первое определение, да, предлагать, то символический регистр – это, ну, это некоторое вот свод законов, правил, это какой-то принцип, по которому я строю вот этот вот свой воображаемый регистр. То есть можно сказать, что воображаемый регистр формируется или фокусируется, или там выпадает в осадок согласно символическому регистру, согласно символическому уровню. Символический уровень, можно сказать, что это вот как раз некоторая позиция, из которой я наблюдаю за появлением воображаемых феноменов психического. И для того, чтобы понять, как этот символический регистр устроен, чем он отличается от воображаемого, нам нужно как раз вот описать лакановскую идею о эдипальном конфликте, об эдипальном процессе и о трех тактах эдипального конфликта. Вот сейчас, думаю, будет достаточно интересно, потому что, опять же, эта лакановская концепция эдипального конфликта, она довольно интересна, и она совсем по-другому звучит, чем такое традиционное понятие. Итак, на первом такте, что происходит на первом такте? На первом такте эдипального конфликта ребенок, вот, то есть что происходит на первом этапе? На первом этапе мать как бы уходит от ребенка, да, то есть ребенок как раз обнаруживает вот этот вот выход из слияния, к которому он не был готов, он обнаруживает какую-то неполноту собственного бытия в тот момент, когда мать уходит, когда материнская функция перестает для него работать. И, то есть, тогда, когда мать оказывается неспособной удовлетворить его какие-то потребности. Вот тут очень интересно, потому что ребенок не просто понимает, что мать куда-то уходит, да, а в логике Лакана это звучит так. Ребенок понимает, что мать тоже является, да, каким-то желающим существом, что мать перестает быть вот на этом этапе каким-то всемогущим существом целостным, да, и полноценным, что у матери тоже есть некоторая нехватка. Вот это первая мысль. А вторая мысль, что эту нехватку ребенок не способен компенсировать. И тогда ребенок предполагает, что мать, возможно, нуждается в нечто большем, чем он, и она уходит куда-то, к какому-то объекту, да, у которого есть нечто, чего нет у ребенка. И еще одна какая-то, да, такой виток вот этой вот фантазии. Понятное дело, что это все метафора, но тем не менее. И тогда ребенок понимает, что, возможно, вот эта материнская любовь, да, в которой он так сильно нуждается, поскольку вот на этом этапе он просто не может существовать без нее, она, в общем-то, скорее тоже является отражением, да, или какой-то бледной тенью того влечения или того желания, которое мать испытывает по отношению к тому, что есть у другого объекта, к которому мать уходит. Если как-то сильно спойлернуть, да, то, в общем-то, мать уходит к фалосу. Но фалос здесь не является, да, с точки зрения лакана физическим органом, да, фалос – это не пенис, фалос – это, ну, некоторая такая вот символическая история, опять же, про которую я вот чуть-чуть позже расскажу. Вот. Это на первом этапе. То есть ребенок так вот думает, ну, ничего себе. То есть на самом деле, да, я не то, что хочет мать. Мать хочет чего-то большего. И здесь мы переходим ко второму этапу. И вот на втором этапе ребенок понимает, что как-то у него как бы есть, в общем-то, пока единственная возможность, да. Единственная возможность заключается в том, чтобы попробовать угадать, вот, что нужно матери, попробовать угадать, куда она уходит и стать вот тем как бы объектом, который является объектом желания матери. Понимаете, да? То есть ребенок пытается угадать, в чем нуждается мать, и он пытается идентифицироваться и стать, чем мать может удовлетвориться. И вот смотрите, здесь такая вот очень важная вещь, что в этом стремлении угадать, чего мать хочет, ребенок готов отказываться от своих собственных желаний, да. Почему? Потому что связь в данном случае гораздо важнее, чем вот это вот мое ощущение себя, мое переживание себя как отдельного субъекта. И вот эту вот историю, да, с таким вот отчуждением своих желаний для того, чтобы удержать партнера, это я забегаю вперед, для того, чтобы удержать того, кто мне нужен, мы замечаем на примере феномена эмоциональной зависимости, да, потому что получается я, вот если я себе обнаруживаю, как такой вот зависимый клиент, да, я тогда думаю, ну, я могу подождать со своими желаниями, да, я могу инвестировать другого, я могу пытаться угадать, что ему нужно, я могу стать на место объекта его желания, я могу давать для другого то, что ему необходимо, в надежде на то, что когда-нибудь этот другой обратит внимание на меня и даст что-то мне, да, да, и тогда получается, что я как бы прихожу к себе, к идентификации со своими желаниями через другого человека. Проблема эмоциональной зависимости, в общем-то, заключается в том, да, что вот этого второго такта как раз, точнее, вот этого второго этапа и не возникает, да, в основном как раз зависимый клиент, он инвестирует в другого, надеется получить что-то взамен, да, надеется, что когда-нибудь он сможет обратить на него взгляд и дать то, что ему необходимо, но этого никогда не происходит. И проблема, вот, это как первая часть проблемы, да, вторая часть проблемы, что зависимый клиент не может разочароваться в этом процессе, да, он не может сказать, да, господи, да, что такое, сколько можно, даю тебе, даю тебе, напитываю, инвестирую, когда же ты, вот мне-то дашь что-то в ответ. Не может зависимый клиент разочароваться и потерять надежду на то, что когда-нибудь мне что-то дадут. Да, возникает вопрос, почему? Ну, здесь ответ очевиден, да, потому что вот на втором такте депального конфликта у нас существуют диадные отношения, то есть для вот этой логики, да, как бы нет еще третьего человека, то есть есть только мать, есть мать как уникальный объект, только она может меня удовлетворить, только она мне может дать то, что мне необходимо, и идеи о том, что эту потребность может удовлетворить кто-то еще, она даже не возникает. И вот эта риторика, она также очень часто слышится в ситуации эмоциональной зависимости, да, то есть когда клиент приходит и говорит о том, что ну нет, ну как же я могу отказаться от этого прекрасного человека, прекрасного в кавычках, да, ведь я же тогда могу остаться совсем один, я никогда не знаю, ну там вот эти фантазии носят разнообразный характер, да, я никогда не вступлю в отношения, я никогда не буду счастлива, я могу вот только от этого человека что-то получать. И тогда получается, что у нас, видите, такая вот двойная ловушка возникает, да, что с одной стороны я пытаюсь как бы сделать что-то для себя хорошее путем другого, и я вкладываю в другого все свои фантазии, все свои ожидания, все вот эти вот самые тайные чаяния, вот. Лакан это, ну так вот, так прочерком скажу, Лакан это называет объект маленькая, а объект причины желания, да, что я все самое сокровенное вкладываю в другого, что я все яйца, грубо говоря, храню в одной корзине, и совершенно невозможно от этого другого отойти. Вот проблема до эмоциональной зависимости еще состоит в том, что как раз вот этот вот сепарационный процесс, он невозможен, да, я продолжаю держаться за что-то, даже несмотря на то, что это доставляет мне страдания. Как будто бы лучше плохая связь, да, чем отсутствие этой связи, потому что отсутствие связи в данном случае вот возвращает меня в переживания хаоса и там потери, не знаю, вот своей собственной жизни. Вот, то есть получается, смотрите, вот эта вот история с эмоциональной зависимостью, она тогда, ее очень интересно как раз вот рассматривать через вот эту вот оптику, через вот эту вот оптику прохождения, да, или как бы, скажем так, не очень хорошего прохождения эдипального конфликта, да, когда задается вот некоторая такая вот особенность построения отношений, да, в которых я скорее имею возможность находиться только в диадных отношениях. И отсюда мы тоже можем сделать еще один такой, это пока шажок чуть-чуть в сторону, да, такой шаг, шаг это влево. Дальше мы продолжим про такты. Лакан здесь, просто сюда как бы чуть-чуть лучше будет про это сказать. Лакан еще очень интересно концептуализирует неврозы. Лакан говорит о том, что существует два типа невротиков, да, вот два типа невротика, это истерический невротик и обсессивный невротик. И вот как раз истерический обсессивный невротик, они как раз по-разному пытаются компенсировать вот эту вот сепарационную травму, да. Что делает истерический, истерический субъект или истерический невротик? Он как раз пытается для другого стать объектом его желания. То есть истерик, по сути, да, предлагает себя другому. Он свою жизнь как бы приносит на алтарь другого человека. Он стремится стать тем, что, в чем другой нуждается, и стать этим, и тем самым компенсировать его нехватку. Ну и понятное дело, да, что, в общем, задача невротика как раз состоит в том, чтобы другой никогда не был удовлетворен, да. То есть я, конечно, буду объектом твоего желания, но я буду делать так, чтобы ты никогда мной не мог удовлетвориться. А можно вопрос? Да, да, да. У меня просто клиентка пришла, да. А если другой бог? Другой бог? Да. Это как это? Ну, у меня пришла клиентка, которая, как вы сейчас говорите, да, она отдала себя в услужение бога. То есть она его желание пытает удовлетворить. Вот и как тут. А чего? Какая разница? Это же мы переходим на такой символический уровень, да, что там, в общем-то, отношения не обязательно выстраивать с реальным человеком. Ну там, как бы сказать, и бог-то все и дает, да. Здесь бог, он становится такой диризированной фигурой, которую невозможно не разминчать, не как-то, не заменить ничем, никуда не переключиться. Ну да, да. Но в этом, как бы, и состоит вот эта вот история, да, что действительно мне важно оставить это незыблемым, потому что это пока единственный способ, вот как это, отвечать вот на эту нехватку, на эту сепарацию, на ощущение того, что я остался там один в мире. Вот пока только есть вот этот вот способ предлагать себя другому. Вот. Ну и как бы и в рамках этой логики я буду, конечно же, укреплять эти отношения, делать объект незыблемым. И здесь отец никак не появится. Третий тут невозможно третьему появиться. Невозможно, да. Пока да. Пока да. Вот. Ну и, соответственно, если есть истерический субъект, да, на одном полюсе, то на другом полюсе появляется обсессивный субъект, а обсессивный субъект, у него другая, соответственно, логика, да. Он скорее как раз пытается компенсировать свою нехватку взять что-то у другого, но отказывает другому в статусе отдельного субъекта. Ну, то есть я фактически к другому отношусь, как к некоторой психической функции, да, и не замечаю его влияния на меня. То есть я исключаю в том, что у другого тоже есть какая-то нехватка, есть какое-то желание, что он тоже в чем-то нуждается. Я думаю, что вы с такими обсессивными клиентами тоже очень часто встречались, да, потому что обсессивный клиент, он и в себе вот это вот бессознательно отрицает, да, он пытается жить в таком ясном, четком регистре концепции, идей, мыслей, вот, и он фактически, ну, как-то и себе отказывает вот в том, что есть что-то неявное, бессознательное, да, и к другому также относится как к какой-то психической функции. И тогда получается вот эмоциональная зависимость, да, это тогда вот это вот такое любопытное сочетание истерической и обсессивной проблематики, да, то есть когда один предлагает себя, говорит, пожалуйста, дай мне что-нибудь, а второй обсессивно берет, и понятно, что в рамках обсессивной идеи у меня никогда не возникает вот этой вот эмпатической валидации потребностей другого, да, то есть я могу только брать, надавать, соответственно, я не могу, и вот в этом вот возникает тоже такая вот драма, да, что вот этого второго такта, второго такого этапа, когда мне другое что-то дает в ответ на мои, на мои вклады, его не, не, не происходит, не осуществляется. Вот, тогда далее, далее, далее мы сейчас тогда перейдем вот, вот, теперь вот очень интересный момент, сейчас попробуем как раз вот эту вот историю совместить, что если на втором этапе, да, ребенок пытается вот как раз идентифицироваться, да, с тем объектом, что хочет мать, когда он хочет быть для нее единственным, когда он пытается стать для матери как раз тем, что она на самом деле хочет, вот это, конечно, второй этап, это очень опасное такое место, да, потому что если мать поддерживает вот эту вот логику, да, то она, в общем-то, что делает, она тогда, ну, как-то инцестозно ребенка совращает, совращает, соблазняет, и вот дальше буддепальные отношения не пускает, и тогда для того, чтобы вот возможен стал переход на третью фазу, да, на третий, на третий такт конфликта, как раз нужно, чтобы появился отец, вот, чтобы появился отец, и чтобы он, ну, как-то, грубо говоря, запретил ребенку вот эту вот идентификацию с тем, чтобы быть объектом желания, объектом желания матери, да, вот, то есть, смотрите, вот третий такт, вот он как раз начинается, и вот именно с запрета на вот эту вот непосредственную идентификацию, то есть третий этап, когда приходит отец, ну, так, и условно говоря, да, метафорически говорит, что нельзя быть вот этим вот фалосом для матери, да, то есть, что значит быть фалосом для матери, это быть объектом ее желания, а отцовская фигура говорит, что нельзя быть фалосом для матери, но можно иметь фалос, как у отца, вот, и что это значит, это значит, что, чтобы приобрести отцовский фалос, нужно провести такую процедуру, которую Лакан называет символическая кастрация, символическая кастрация – это как раз невозможность прямого обладания предметом, невозможность прямого обладания вещью, то есть мы можем обладать только некоторым символом, да, мы можем обладать только, ну, вот этим вот символическим регистром, да, мы можем обладать символом, но не вещью. И вот смотрите, вот это вот такая очень интересная история. Почему? Потому что в эмоционально зависимых отношениях как раз один партнер стремится обладать другим как некоторой своей вещью, как некоторой своей продолжением своей психики. И вот это переживание того, что мы с другим встречаемся на территории символического, то есть когда я пытаюсь что-то про другого понять, когда я пытаюсь другого пригласить к формированию какой-то третьей позиции, в котором у меня есть какое-то представление о партнере. Партнер что-то туда вкладывает, в этот смысл. Мы пытаемся какую-то конструкцию такую совместными усилиями создать. Когда я понимаю, что вот этот символ или мое представление о партнере, оно нуждается в постоянной коррекции. Я должен там что-то постоянно каждый день что-то передумывать, менять свой вот этот вот символ. Вот это очень большая и сложная работа, когда я понимаю, что мой партнер, он не является моей воображаемой проекцией. Я только могу догадываться о том, что партнер мой желает, но никогда не буду знать. Вот. И смотрите, ну вот не знаю, понятно ли вот эта логика. То есть этот третий этап, он как раз предполагает, что мы, как это, от вот этой вот логики требования, когда я говорю своему партнеру, ты должен быть для меня таким-то, потому что мне просто сейчас от тебя что-то необходимо. Вот это логика требования, это логика непосредственного обладания, это логика того, что я как-то беру партнера своего, и он становится моей в некотором смысле собственностью. Вот эта логика требования должна поменяться на логику желания. А логика желания, согласно Лакану, она работает немножко по-другому. Она работает так, что я понимаю, что мое желание, да, точнее нет, да, у меня есть желание, мой партнер может мне мое желание удовлетворить, но для того, чтобы он мое желание удовлетворил, я должен стать тоже объектом его желания, то есть я должен угадать, а что моему партнеру нужно. И вот это вот угадывание, оно всегда очень сложное, потому что я никогда не знаю это напрямую. И вот этот вот такой сложный танец, попытка угадать, что нужно моему партнеру, она как раз предполагает вот эту вот эмпатическую валидацию, настроенность, попытка понять, что происходит в голове у партнера, попытка его как-то хорошо ментализировать, да, то есть узнать там, что, признать его как другого, отдельного субъекта, когда я понимаю, что у моего партнера, говорю, что-то происходит, я не знаю, что, но я буду пробовать это угадать, я угадывать, я понимаю, что я буду все время ошибаться, но важно вот это вот именно, знаете, количество интеракций, количество попыток, которые я делаю для того, чтобы понять, что во мне происходит. И вот эта вот штуковина, да, она как бы гораздо сложнее, чем вот этот вот режим требования, когда я говорю, нет-нет-нет, слушай, мне как-то совершенно не важно, что ты думаешь, да, я знаю, что вот, вот я знаю, как тебе быть, я знаю, как ты должен быть по отношению ко мне, да, мне совершенно твое мнение не волнует. Вот. и таким образом вот этот вот третий этап, третий этап, да, гипального конфликта, он очень такие вот важные вещи задает. То есть, во-первых, он переводит нас вот в эту вот логику желания, да, он, соответственно, создает такого отдельного от меня субъекта, и он снимает еще с меня требования быть для другого носителем определенных качеств. Понимаете, да, вот это вот тоже очень важно, потому что тогда я уже могу, как это, не идентифицироваться с каким-то набором качеств, да, который, как мне кажется, даст мне более-менее такие вот надежные хорошие отношения, но я могу иметь свободу в идентификации, то есть я могу быть разным, я могу быть таким, я могу быть таким, я на этом этапе приобретаю такую хорошо, как это, хорошо переваренную способность, ну, как-то быть виноватым за что-то, да, иметь возможность вину компенсировать путем договора, то есть вот здесь на этом этапе появляется достаточно много свободы в отношениях, и тогда вот как раз, да, можно так сказать, что в состоянии эмоциональной зависимости, вот как раз вот этого, ну, некоторого этапа, когда я перехожу от непосредственного обладания к символическому обладанию, да, его, в общем-то, не происходит. Тут вот я тоже, когда про это думал, все, я так вспоминал некоторые литературные произведения, вот вспомнился мне коллекционер Джона Фауза, вот помните, да, там как раз был сюжет, когда, значит, человек вот похитил молодую девушку и, в общем, как-то пытался ее в себя влюбить, вот, в общем, тоже такое, это очень хорошая иллюстрация, да, попытки, как это, непосредственного обладания, ну, правда, но это же удобно, да, затащил человека в подвал, вот он, собственно, вот сидит у тебя, никуда не денется, можно там что-то с ним какие-то отношения какие-то строить. Вот, я сейчас посмотрю, все ли я хотел сказать про вот этот вот эдипальный конфликт или что-то вот еще можно, или еще вот что-то можно добавить. Вот, может быть, даже, наверное, и нет, но вот я хотел бы узнать, товарищи, вот дорогие, понятно ли немножечко вот про вот эту вот логику, которую я сейчас описал, потому что, кажется, она для нас тоже является очень важной. Вот. Да, мне про эдипальный конфликт очень понятно, понятнее, чем было начало, если честно. ага, ну, да, конечно, нам вот это как-то нужно пробиваться, пробиваться через сложности. Да. Вот. Максим, приветствую. Знаешь, как, да, понятно, слушай, язык у тебя сложный, но я прямо жду кульминации, потому что мне хочется, чтобы сложилось в пазл. Не уверен, не уверен, когда женщина просит кульминации, это сразу... Ты же сразу сказал, что... Убежает это. Приг и будет кульминация. Да, и тут хочется смотреть, к чему придем. А так понятно? А я хотела... Ага. Извините, здравствуйте. Я бы хотела вопрос задать, потому что я или не дослышала, или просто не успел мозг обработать. Когда вы говорили про обсессивную, да, истерическую вот эти вот составляющие, и вы когда в конце уже говорили про истерическую тип, вы говорили о том, что задача удовлетворять, по-моему, другого, но сделать так, чтобы другой не был удовлетворен. Ну да, да. А можно вот чуть-чуть, хотя бы два слова вот про этот кусочек? Ну, потому что если, как бы, другой будет удовлетворен, то тогда я, получается, перестану быть вот этим вот исключительным объектом желания, на который направлен его взгляд. То есть, как-то тлойка такая, что я как бы буду приманивать и убегать, приманивать и убегать, вот именно для того, чтобы на меня все время смотрели. Это тоже такая вот попытка, это тоже такая вот попытка как-то поддержать вот эти вот дядные отношения, да, не дай бог, ты посмотришь на что-то еще, на кого-то еще. Спасибо. то есть, давать, но все время оставлять вот этот дефицит зазора, чтобы второй возвращался. Спасибо. Понятно. Вот. Да, то есть, вот что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот это вот, вот это вот достижение, вот этого третьего такта и дипа, да, ну, или по-другому, это такая вот невротическая стадия, она, конечно, очень сложная. Вот. Она очень сложная, потому что нам тогда приходится все время угадывать, да, там, что хочет другой, понимая, что мы можем промахнуться, что мы можем не угадать, что мы не можем угадать всей вот этой вот полноты значения. Вот. Это, не знаю, это очень похоже на такое, на вхождение в депрессивную фазу, да, то есть, когда мы как-то понимаем, что нам нужно делать шаг по направлению к другому, но мы никогда не уверены, что встретим, в общем-то, опору какую-то под ногами, и вот в этом таком сложном подвешенном состоянии все время нужно находиться. Вот. То есть, чего тогда вот про это? То есть, смотрите, когда мы говорим, если сделать такое вот, вернуться к нашей теме про регистры, символический регистр, да, вот он как раз связывает меня и другого, вот как раз вот этой вот самой диалектикой желания. То есть, для того, чтобы получить то, что мне необходимо, мне сначала нужно попробовать понять, как в моей голове представлен другой, как он появляется, что он желает. Мне нужно попробовать угадать, встать на место причины его желания, и мы всегда понимаем, что вот этот как бы танец, да, вот эта вот попытка угадать, что желает другой, он никогда не может быть закончен. То есть, вот если мы имеем дело вот с этим символическим уровнем, да, мы предполагаем, что любое наше понимание другого – это воображаемый уровень. Воображаемый уровень – это всегда неполнота смысла, да, что мы вот если что-то про другого поняли, то нам как бы нужно вот на следующее утро, да, это я сейчас, конечно, так утрирую, может быть, сильно, попробовать к этому отнестись очень критично, да, что нам важно вот этот воображаемый уровень все время пересобирать, и тогда вот это дает очень как-то большую свободу и богатство отношений, да, вот. То есть символический уровень вот как раз предполагает, что другой, он неуловим, да, вот он как-то всегда от нас будет ускользать, мы никогда все равно не поймем, кто он, чего он от нас хочет, что мы от него хотим. Вот, и все время вот этот вот танец, он как-то его нужно поддерживать. Вот. Да, да, итак, что еще для нас важно вот эту вот штуку как раз делать тоже вот про, вот, про, тоже про воображаемый, про символический регистр, но немножечко с другой позиции, с позиции лакановских концепций про идеальное я, я идеал. Вот я буквально два слова скажу, тоже для нас эти концепции важны, поскольку они чуть-чуть по-другому подсвечивают вот эту вот историю с регистрами. Итак, идеал я, идеал я или идеальное я, это как раз вот та штуковина, которая имеет отношение только к воображаемому регистру. Вот. То есть что такое идеальное я? Идеальное я это вот такая вот некоторая конструкция нарциссическая, это некоторый вот воображаемый гештальт, который я накладываю на другого человека, и этот гештальт, эта воображаемая конструкция, почему она меня пленяет? Она меня пленяет вот этим вот обещанием какой-то ложной целостности. Ну, то есть идеальное я, грубо говоря, это как-то, это такой вот компас внутренний, который у меня существует, вот он направляется на какого-то человека, в которого я влюбляюсь. И этот человек, в которого я влюбляюсь, он меня как раз привлекает или манит и охватывает вот это вот обещанием, той целостности, которую я приобрету, вступив с ним в отношения. Ну, помните, да, у нас какая логика? Мы все испытываем нехватку, да, у нас порционная травма, у нас вот это взияющее внутри бытие, да. И когда мы встречаем того, в которого мы влюбляемся, вот то, в кого мы влюбляемся, вот он как раз обещает нам, что мы сейчас, я сейчас вступлю с тобой в отношения, и ты, возможно, обретешь вот эту потерянную целостность, да. И тогда как раз вся вот эта вот история с изгнанием из рая, она закончится. Я встречу человека, я вступлю с ним в отношения, я стану обратно целостным. Понятное дело, что, конечно, это все воображаемая история, целостным стать нельзя. Этот процесс необратим, но, тем не менее, это то, что нас очень сильно вовлекает. И помните, мы говорили, да, про вот этот вот объект маленькая А, у Лакана есть история. Вот идеальное я, с большой натяжкой, конечно, но можно сказать, что вот идеальное я, это вот такая вот проекция объекта маленькая А, объекта причины желания. Что такое объект маленькая А? Это как раз вот этот вот след того наслаждения, наслаждение, которое ребенок получает в контакте с матерью. Вот эти вот следы, да, которые остаются в теле. И тогда вот я пытаюсь, вот помните, да, как говорил Фрейд, мы в окружающем мире, да, в объективной реальности находим только то, что уже есть в нашей психике. То есть, да, вот другой, он как раз попадает, вот как у Жижика, да, вот есть вот эта вот фраза, он так Лакана немножко переначал, что любовь – это процесс, в ходе которой другой занимает уготованное бессознательными фантазиями место, да, то есть я как-то другой занимает вот это вот место того объекта, который дарует мне надежду на обретение того потерянного наслаждения, да, которого я лишился, когда, в общем, начался вот этот вот сепарационный процесс. То есть это другой, маленький другой постоянно живет во мне? Совершенно точно. Ну, может быть, он как-то, не то, чтобы он прям живет, но он где-то внутри там, да, есть. И тогда мы, получается, вот это вот маленькое А проецируем на другого человека, наделяем это качествами идеального Я и стремимся идентифицироваться вот с этой вот воображаемой конструкцией, потому что мы надеемся, что это даст нам как раз успокоение и некоторую желаемую целостность, невозможную. А это другое маленькое Я сформировалось вследствие моих отношений с той первоначальной матерью. Да, да, ну вот если так грубенько, то да. Ладно, хорошо, двигаемся дальше. Пока еще, смотрите, вот идеальное Я это тоже как бы пока вот эта вот воображаемая конструкция. И Лакан как раз помимо вот этой концепции, он вел еще очень важную концепцию, он вел концепцию Я-идеала. И вот Я-идеал это более такое фундаментальное понятие, потому что Я-идеал он существует на символическом уровне. Я-идеал это как раз вот эта вот возможность мне впечатляться другим человеком, изменяться под его влиянием, перестраивать может быть даже какую-то свою субъективность в контакте с другим. Вообще это готовность быть, ну грубо говоря, впечатленным другим человеком. Ну вот если мы перейдем сейчас в такое поле гештальта, то там в гештальт-подходе есть теория диалога и в теории диалога вот очень важная вот эта вот история, такая вот готовность быть впечатленным другим, коммитмент к диалогу, вверение себя в такой интерсубъективный процесс, где я тоже могу меняться. И вот когда Лакан говорит про Я-идеал, он как раз описывает вот этот процесс, что я вступая в отношения, я не только требую от другого вот этого соответствия идеальному я, но я также предполагаю, что в этих отношениях я тоже могу меняться. Я могу меняться в том направлении, про которое я пока еще ничего не знаю. Я предполагаю, что отношения меня как раз могут менять туда или в то направление, которое я не могу контролировать, про которое я ничего не знаю. Возможно, другой может меня отвести в то место, которое для меня кажется непонятным, странным, непредсказуемым, разрушающим, травмирующим. И вот эта вот открытость Я-идеалу, она является очень важной, потому что как раз она тогда подводит нас к этой гусарлевской идее, как раз что не только мы требуем что-то от другого и пытаемся его угадать, но мы также определяемся влиянием другого. И вот здесь смотрите, тогда получается вот какая интересная штуковина. Вот такая интересная штуковина в общем-то получается, что сейчас вот сейчас вот здесь будет как бы некоторая кульминация, похожая на то, я уже как бы созрел, есть ли какие-то вопросы или комментарии вот сейчас вот пока по тому, о чем мы говорим. Нету? Ну, тогда значит понятно, да? Что-то понятно. Ну, что-то Продолжение следует...